И начнем выпуск с информации об обстановке по коронавирусу в регионе. На сегодняшний день в Ненецком округе не зафиксированы заболевшие этой инфекцией. Ситуация остается стабильной. Роспотребнадзор держит на контроле граждан, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. В целях профилактики в работу некоторых учреждений внесены изменения. Предупрежден, значит вооружен. Профессия телевизионщиков – это постоянное взаимодействие с большим количеством людей. В целях профилактики ОРВИ, гриппа и коронавируса в Ненецкой телерадиообещательной компании введен специальный режим. Конечно, обязательно это проветривание помещений. Это мы делаем несколько раз в день, открывая окна во всех кабинетах и служебных помещениях телерадиокомпании. Поверхности и дверные ручки обрабатываются с помощью специальных антисептиков. Закуплены антибактериальные салфетки и индивидуальные средства гигиены. Внесены изменения и в работу радиостудии. С сегодняшнего дня мы ограничили запись различных интервью в радиостудии, поскольку, как вы видите, микрофон расположен очень близко к говорящему. На телевидении несколько по-другому записи осуществляется, поэтому мы приглашаем туда гостей и записываем с ними интервью. А на радио, вот, к сожалению, пока не можем. А вот в отделении социальной защиты в связи с принимаемыми мерами профилактики временно ограничен личный прием граждан. Пока обращения принимаются только в письменном виде. Ну, гражданам, которые приходят к нам на прием, мы им рекомендуем обратиться к нам письменно посредством почтовой связи по адресу Сопрыгина, 9-Б, а также обратиться через МФЦ, подать свои документы, предварительно записаться к ним по телефону 2-19-10. Коронавирус – это возбудитель острой респиратурной вирусной инфекции, при которой отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с охотением пищеварительной системами. Воздушная гавань окружной столицы работает в обычном режиме. В целях профилактики каждые два часа проводится дезинфекция, проветриваются помещения массового скопления людей. В зоне прилета транслируются аудио и видеоролики с информацией о новой коронавирусной инфекции. В так называемое багажное отделение запрещен вход встречающих. Прибывающие пассажиры получают багаж, затем открывается выход. В обычном рабочем режиме никаких особых ограничений нет. Единственное, что для профилактики небезызвестного коронавируса мы предпринимаем некие действия для того, чтобы ограничить его распространение. То есть пассажиры, прибывающие в Наринмар, они сначала получат информацию всю, которую должны получить о коронавирусе, о тех действиях, которые они должны предпринимать, куда они должны обратиться, номера телефонов. На сегодняшний день на самоизоляции находятся 50 жителей Заполярья. Это граждане, которые вернулись из зарубежных командировок и отпусков. Все они должны в течение 14 дней находиться в своих квартирах. Покидать жилье запрещено. Помощь тем, кто находится на так называемом карантине, оказывают волонтеры оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Вчера у нас было три адреса. Помощь аппартийцами им уже оказана и будет оказываться вплоть до их полной выписки. Это подвоз продуктов, питания, товаров в первой необходимости, медикаментов. По возможности вынести мусор, сделать какие-то другие действия без прямого контакта с гражданами, которые добровольно в режиме самоизоляции находятся на карантине. Сегодня мы получили еще два адреса. Также в целях безопасности при въезде в поселок Искателей со стороны Лаевожской автомобильной дороги развернут стационарный пост ДПС. Такое решение было принято начальником управления МВД России по Ненинскому округу. Пост будет действовать круглосуточно. Сотрудники госавтоинспекции на этом посту работаем в рамках возложенных полномочий. То есть надзираем за дорожным движением и обеспечиваем безопасность дорожного движения. При этом на нас возложена также обязанность оказать содействие медицинским работникам и сотрудникам Роспотребнадзора по Ненинскому округу в части проведения профилактических предприятий по нераспространению островирусных инфекций, а также, как теперь уже говорят, этого коронавируса. На данный момент зафиксировано 10 машин, которые прибыли со стороны Республики Коми. Пассажиры были осмотрены медиками. Мы будем следить за развитием событий.